Одной волне с городом. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Ну и как обещали мы, что продолжим наши культурные посиделки. Будем петь... Мы будем... Мы не будем, мы будем слушать, а петь будет наш гость. Мы будем аплодировать. Будем аплодировать. Исполнитель песен и автор песен Марис Репш у нас в студии. Здравствуйте, Марис. Доброе утро. Ну вот расскажите, может быть, несколько слов о проекте на стихи Есенина, который у вас очень интересный проект. Кто в нем принимал участие? Какие стихи были предложены на музыку? И почему именно эти стихи были выбраны? Ну автор этой сезотеи будет Адриан Кукоста. Это певец группы Менверс. Срабатывался очень долго он с Иманом Макалненьшем. Великий композитор, пардон. Да. А то уже зашеведилась. Гитара уже прорвалась в предчувствии. Да, прорвалась в предчувствии. И понимаете, в этом году у него исполнилось 70 лет. И в прошлом году у него появилась идея, как-то нечаянно читал стихи, и нашел не очень знакомые стихи Есенина. И что побудило вот эта ритмика вся стихотворная, да, побудило его на какие-то мелодии. Говорит, я читал и просто вот можно сразу петь. Он мне позвонил, говорит, у тебя самый низкий голос в латвии, мне нужен. Мы раньше работали в 80-х еще, да, в группе Провентус была такая при агрофирме Адажи, да. И я опять дал свое видение на его мелодии. Аранжировки какие-то? Аранжировки, да. Я говорю, давай сделаем так. Он говорит, что-то немножко Испании пахнет, что-то немножко Франции пахнет. А вы жили, я знаю, во Франции, да? Да, я на границе, да, жил в Франции с Испанией, 16 лет прожил, да. Он пробыл, естественно, интегрировался в культуру, в язык, в жизни франко-испанских, да. И так как-то получилось, естественно, что когда ты приезжаешь из балтийских стран со своим балтийским точь, манерой своей игры и поведения, естественно, закрепощенный, да. У нас там не стоит, здесь нехорошо, там руки в карманах ей держать, скованность, да. И как-то получилось вот с музыкантами встретиться, поиграть, были некоторые успехи тоже, да. И вот все этот микс привез в себе обратно в Латвию. И вот внедрили, не нарушая славянскую музыкальную культуру. Нельзя выходить из рамок, да, как, скажем, региа, петь на русском языке будет немножко интересно слушать. Или там латынов. Амарис поет, я хочу сказать, что в самых разных жанрах и французский шансон, и босанову, и все, наверное, я не знаю, какие стили. Вы знаете, да, но в принципе, в принципе, это наш конек, на чем мы с нашими ребятами, с которыми мы играем, на нем выезжаем. То есть, французский, испанский, средиземный репертуар. Это трио, лос? Трио, лос, пол и лос, это вежливые ребята, да, на испанском. Английское название сейчас очень много, смотрю. В мире есть тенденция англо-саксонско-американский стилей, все поют на английском, я не знаю, у них хорошие такие знания, что на какую публику они намечают, поскольку я не думаю, что те, которые слушают, понимают все. Ну, скажем, если мы говорим про поэзию, да, я думаю, что надо разделить поэзию и слова. Раньше же говорили, объявляли, скажем, песни, да, в моде раньше, или сейчас пишут только, да, что такой-такой певец исполнит композитора такого-то песню на слова или на стихи. Или сейчас, скажем, ищешь какой-нибудь текст, но на английском будет words, или lyrics. Лирикс, да. А это поэтрии. Да, а это совсем другое, да. Может быть, видите, стиль музыки, эстрадный, скажем, жанр, да, за три минуты должен пройти месседж какой-то, послание, вибрации музыкально, чтобы за эти три минуты, которые песни, ну, в основном идут три минуты, да, чтобы человек мог найти себя в этой песне, скажем, да. Уже когда выпускаются альбомы, скажем, на стихи, в поэзии, это уже немножко углубленно. И когда ты, скажешь, пишешь песню или исполняешь, естественно, что ты должен углубиться в текст, так и в классическом музыке тоже, да, скажем, в опере, да, ты должен понять, о чем там идет речь. И войти в роли на данный момент, я пошучу, извините, самое главное, из нее вовремя выйти, не остаться слишком долго. У нас не так много времени, поэтому очень хотелось и послушать песни. Давайте, может быть, и попросим Мариса что-то исполнить, или на стихи вот Есенина, или какую-то, или, ну, что угодно из того, что вы приготовили. Приготовил, ну, вы знаете, пол девятого утра готовится поздно, если что-то есть внутри, значит, одно и есть. Знаете, я сегодня утром шел по улице, к вам на радио, прекрасное осеннее утро, листья, и в полной версии «Мертвые листья» называется песня, она в французском языке, на английском эта версия была «Autumn Leaves», и самое интересное, что поется только припев, а настоящую версию, ну, скажем, первой, которую я исполнил, это был Ив Монтон. Ну, там, да. Да, вот. Я тогда попробую, ну, в коротком варианте. Просьм, просим. Без соло. Подпевать будете? Сейчас посмотрим, как пойдет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Потрясающе. Это в коротком варианте. Я укротил, вы меня простите. Поскольку вы говорили, что у нас времени нет. Нет, ну, у нас еще есть. Я просто к тому, что, может быть, что-то еще поговорим, еще успеем, чтобы еще что-то послушать. А я знаю, что и на стихе Александра Чака у вас есть песни. Да, вот как с этим... Встреча поэта и песни. Вы знаете, идея пришла у нас опять-таки в голову из-за того, как я уже в начале передачи, перед передачей вам говорил, я работал в школе 4 года и работал с детьми. Мы боремся, не только боремся, это дзюдо, но и говорим о жизни, какие результаты в школе и так далее, что мы учимся, мне тоже интересно. И я понял, что дети, молодые ребята, они знают ни одного стихотворения, ни одного поэта латышского, латышские ребята. Я говорю, ребята, стыдно, ну а какую-нибудь народную песню знаете? На лиге что вы поете? Лига, лига, вот и все. И я говорю, есть же такие, и когда ты начинаешь цитировать кого-то, я говорю, это же красиво. Ну, скажем, про ту же самую осень, да? И мы, Иверс Браковский, актер, явно, то есть молодежный театр, и долго после он тоже был, сделали программу. Он читал стихи Александра Чака раннего, после тоже, ну, уже стало немножко неинтересно. Те стихи, которые любит народ. И опять-таки наш прекрасный трео аккомпанировал и даже сочинил мой друг Олдис Томсонс песню на незнакомой, не очень популярной стихи Александра Чака. Где опять-таки мы приложили свой колорит музыке. И вы знаете, это заработало. Значит, через музыку, да, можно достучаться. А дай послушать, а у тебя что-то записанное есть? А, перешли мне, даже сделали видео, там, ролик, да? Как-то таким образом поднять интерес или культурный уровень молодых ребят, да? Тем, которые 16-17 лет, и говорят, ты представляешь, ты приходишь погулять с девушкой, ну, ладно, в кино. И ты, вот, если ты прочитаешь, скажу, стихотворение, она просто удивится и посмотрит на тебя по-другому. А сколько вообще языков, на которых вы поете? Вы знаете, я не считал. Сейчас вот на немецком уже... Французский, получается. Испанский, итальянский, португальский нет. Он довольно-таки сложный. Но Босанова, это же португальская. Португальская, да. Ну, есть вот эти, которые Босановы в ритмах. Босановы, да, бразильские есть в этих ритмах. И латиноамериканский, и испано-португальский, да. Получается, французский, немецкий, испанский, итальянский, латышский, русский. Это я уже шесть насчитал языков. Английский, по-моему. Английский, да, понятно. Мы не упомянули, да, семь. Может быть, даже... Вы знаете, когда музыкальное, то есть, хорошее ухо, да, оно помогает. Потому что я, как говорится, неплохо учился в школе. У нас был маленький класс в Дарзене. В принципе, спрашивали каждый день. У нас был такой по истории учитель Ливенсон. И преподавал немецкий язык. И в другой раз урок истории, говорит, вот сейчас вот расскажешь домашнее задание по-немецки. Это был пятый и шестой класс. У нас еще с ГДР было очень дружественное отношение. Немецкие ребята приезжали к нам. Я в свое время не попал. Как-то надо было ехать в Германию, да. Борис, может быть, у нас просто, я смотрю, уже совсем времени осталось еще одну. Успеем песню послушать в вашем исполнении. Да, что публика желает? Что угодно, значит, на ваш выбор, вкус, я уж не знаю. Что и сердце подсказывает. Я даже, не даже, это как-то тяжело. На латышском, на русском. Как скажете, можем любой находный... Вы про Исанина говорили, хорошо. Не криви улыбку, руки теребя. Я люблю другую, только не тебя. Ты сама ведь знаешь, знаешь хорошо. Не тебя я вижу, не к тебе пришел. Не тебя я вижу, не к тебе пришел. Не криви улыбку, руки теребя. Я люблю другую, только не тебя. Проходил я мимо сердцу все равно. Просто захотелось заглянуть в окно. Проходил я мимо сердцу все равно. Просто захотелось заглянуть в окно. Захотелось заглянуть в окно. Не криви улыбку, руки теребя. Я люблю другую, только не тебя. Проходил я мимо сердцу все равно. Замечательно. Я надеюсь, что пластинка будет записана или уже ее можно... Она в кондиции, то есть уже мастеризована, да, ее просто надо распечатать. Это примет решение последнее Адриана, что в принципе все готово. Спасибо большое, Марис Репш. Спасибо вам, Александр, спасибо вам, Олег. Хорошего вам дня.